Всем приветик! Я на канале Анжелика Семерякова. У меня муж сегодня уехал развозить товар по клиентам. Я осталась одна дома. Напекла блинов. Сейчас буду паршировать. Мужа я жду не одного назад, а с ребятишками должен привезти сына со снохой. По крайней мере, он должен заехать туда, завести им продукты и собрать их назад. Син приедут со снохой на гости. Гости помогать. Надо сина скинуть, и они приедут помогать. Я сейчас немножечко нафарширую с творогом блинов. Сильно фаршированные не люблю, но я маленечко сделаю для разнообразия. Наварила овощи, сейчас винегрет сделаю. Поставила варить компот в две кастрюли. Я думала, он хорошо сегодня уйдет. Я и из подпла достала конселированный компот. И такой компот, изюм с яблоками. Маленечко нафарширую. Охота детей побаловать. Я знаю, что они сами стряпают. Лена сама сноха все петет и стряпает. Но, насколько я знаю, что у них вообще времени нет. Они даже не всегда, не каждый день с мужем дома-то видятся. Сын со снохой. Все в работе. График не совпадает. И немножечко их побалую. Обычно, когда они приезжают, я сидя, что-нибудь куплю. Чтобы немножечко что-то вкусненького поесть. Сын очень мне любит стряпанное. Когда он еще не был женатый. Жили все мы вместе в городе. Когда они еще учились. Я им всегда стряпала. Хотя, на его вид не скажешь, что он это. Он не толстый. Он такой худенький. Не то, что худенький. Но он упитанный, он ходит в качку качаться. В спортзал. Так, что у него мышцы-то есть. Сегодня приедет папе с мамой помогать. Да и сношенька у меня неизбалованная. Она у меня такая приземленный человек. Все готовит. Они у меня из тех детей, которые даже на работу с собой из дома кушать берут. Дома кушать готовят. Они в столовой не питаются. Может быть, питались, если бы там что-нибудь подешевле было. Но они все из дома берут. Ну и в столовой, вы сами знаете. Поел через час уже голодный. У мужа в типографии была столовая. Кормили бесплатно. И он буквально через час уже кушать хотел. Ну, я маленечко сейчас напарширую. Синегретик сделаю. Больше уже сварила. Большим накормлю. У меня еще в холодильнике пельмени есть. И пироги замороженные есть. Могу пирог потом выпечь в духовке. Дети у меня не разбалованные. В вечную жизнь я тоже их не лезу. Я знаю, что Лена очень вкусно готовит. Я когда приезжала, у них все вкусненько приготовлено. Молодцы. Нароучения тоже детям не читаю. Это их личная жизнь. Их государство. Пять копеек я сварить не вставляю. И отец. У нас нет привычки к детям. В вечную жизнь лезть. Ни к дочери, ни к сыну. Это личное дело. Творог заканчивается. У меня еще и творог со сливками. Но я знаю, что у нас и это плохо уйдет. У них в основном такие блины. Листовые любят. У меня здесь овощи стоят. Вот, нафальшировала. Сейчас эти блинчики сюда положу. Блинчики, кстати, у меня очень вкусные. Они у меня промазаны топленым маслом. Сейчас овощи почищу. Конфеты неотъемлемая часть у нас на столе. Сладкая орешка. Ну вот, у меня уже и компот закипел. Надо все это быстренько сделать. Так, как я сегодня еще и на хозяйстве. Надо все быстренько почистить. Мне еще управляться в обед. Вообще-то я по натуре очень быстрый человек. Я стараюсь быстро сделать все. Я даже от людей устаю, которые медлительные. Вот это вот все, что я кожуру срезаю, это все куру. Так что я сильно-то тоненько не срезаю. Нам есть кому дать. Это курочки наши. Курочки. Тыква у нас уже заканчивается. Там маленькая осталась. И то, это уже от сестры принесли. Сестра продала своих коров. В следующем году буду сама гонять коров. Уже ее коров не будет. Буду только со своими ходить. И сестра вот отдала тыкву, кабачки, капусту. Она мне капусту отдала, говорит, посоли. Я говорю, нет, не надо мне солить. У меня с прошлого года капуста стоит в погребе под полей. Я ее посолю, потом всю жизнь выкину. В этом году я посолила столько, сколько мы сможем съесть. Я вообще планирую на следующий год сильно не засаживать огород. Время такового на него нет, потому что у меня много молочной переработки. А посажу столько же, сколько мы съедим. Дети отказываются брать. Вот сегодня отец поехал, пакетик картошки набрали. Другие бы дети взяли мешок картошки. А я им пакетик, потому что они много картошки не едят. Они в основном крупы предпочитают. И то отец хотел позвонить, спросить, сколько картошки им везти. Я говорю, не надо звонить. Тем более спрашивать. Они скажут, что вообще ничего не надо. А так молча наложили и увезли. Моковки, картошки, свеклы. Я кастрюлю похоже закупила с компотом. Я еще дома не убиралась. Не пылесосила. Дом это чисто, пропылесосить только надо. И пол протереть. Все равно ходишь с улицы, то сено приклеится. Прилипнет. Хотя мы переодеваемся в очагарки, мы в дом не заносимся. Но все равно. С собой затаскиваем. Нет, нет, смотрим, где-то что-то с нас свалилось. Куры любят такое. Картошечку, свеколочку. Кстати, я тоже очень люблю свеклу. Свеклу или свеклу, не знаю как правильно. Но очень люблю. Когда малая была, не любила, не понимала, как можно овощи любить вареные. А сейчас свеклу очень обожаю. Сегодня баньку затопим. Умоемся. Так-то нам уже двоим день бань утопить. В ванне моемся. Сегодня сыночка приедет. Есть повод. Сноха бань тоже не любит. Она болеет от бани. Она в основном в бане душ принимает. Редкий-редкий случай, когда она в баню сходит. А у нас еще сын тупит в баню так. Градусов 70. А то и до 80 доходит. Я говорю, баня когда-нибудь уедет. Как паровоз. Дым вали. А я только до 60 градусов. Корову уже доится совсем мало. Дочь, я не знаю, литров 7-6 дается один. Но все, ей уже 25 декабря в запуск. Все к этому идет. Молочки у нас конкретно не хватает. Клиенты. Клиенты есть, молока нет. Вот как у нас. Сейчас я захожу на Авито и смотрю корову в продаже. Корову как-то есть в продаже. Ну и я обзваниваю. Так смотрю корову, знаете, желательно с майским отелом. Обзваниваю. Говорю, когда корова телится в мае. Я говорю, сколько коровы сейчас молока дают? Ну, в мае-то. Если надо. Ну, 4 литра. Как? Если она в мае телится, ей в марте запуск, она уже дает 4 литра. Что это за коровы? Я просто сразу отталкиваюсь от нашей белянки. В нашей белянке отел. Начало мая. Сейчас посмотрю точно, когда у нас телится. 8 мая. У меня просто здесь все на холодильнике расписано, только до телится. 8 мая. У нас белянка сейчас дает 12-11 литров. Ну, день на день не похоже, но вот так вот она дает. Я сразу корову ищу, если вот. Я сразу от белянки отталкиваюсь. Значит, ну, если нормальная корова, хотя у нас, я не скажу, что у нас белянка, там она высокоудойная. Она у нас не высокоудойная, у ней, ну, литров 20, наверное. Она брать не будет. Надо смотреть, сколько у нас белянка дает. Я могу сейчас попробовать. Да, 20-ку, наверное, всего дает. На пике. И вот я отталкиваюсь просто от белянки. Что если белянка у нас 20-ку дает, то сейчас месяц ноябрь, она телится у нас в начале мая, значит, ну, корова должна примерно столько и давать. Ну, пусть 10 литров, если в мае. А 4 литра, это что же за корова? И ничего их держать. Не проще ли тогда козу держать? Очистили овощи. Так что мы все-таки подстраховываемся насчет морки. Мы ищем корову на всякий случай. Да, может быть, даже не на всякий случай. Может, и четвертую корову купим. Потому что молока конкретно не хватает. Даже не знаешь, как уже делить. Смотрим, скорее всего, наверное, хорошие коровы, наверное, будут продаваться, наверное, в феврале месяце после отела. Ну, в феврале, по крайней мере, начинаются отелы. Я думаю, что вот тогда и начнутся продаваться коровы. А сейчас такие коровы продают, что... Ну, они, в принципе, не нужны, такие коровы, никому. Проще, наверное, мясо сдать. Потому что я сомневаюсь, что корову кто-то купит с четырьмя литрами молока и отел в мае. Ну, это ни в село, ни в городе. А молочкой у нас очень много заказчиков, клиентов. Ну, продавать нечего. Сейчас я винегретик быстренько сделаю. Обожаю лук. Лук я всегда режу, очень крупно. Люблю, когда в салате лук ощущается. Я бы могла вообще без салата, с одного не поесть. Дом. Тепя. Тепя. Ну чё, как пусточка. Ну а остальное я всё на тёрке. Время у меня в обрез. Мне уже скоро в стайку идти надо. Так что всё быстренько. В принципе, я всегда винегрет на тёрке делаю. Не режу. Какой лук. Ой, господи, аж всё запекну. Кстати, сейчас не знаю, как у кого. Мы винегрет очень редко делаем. Я вот, наверное, это второй раз за год. Просто я залезла, просто вчера полезла за яблоками в погреб и думаю, когда мы эти будем овощи все съедать. Всё, что в мешках лежит, морковка, свекла. Да, думаю, это всё будем мы съедать. Думаю, надо сделать винегрет. Ну что, мы на Новый год сделаем там три салатика. У нас двое. И всё на этом. И опять-таки будут овощи лежать. В итоге я весной всё порежу курям. А то ещё под весну могут ещё и собачки завестись в погребе. Это такие вредители типа крыс. У нас такое было, что заводятся к весне и всё съедают. Они не то, что всё съедят, они надкусают. Надгрызут. Как бы неохота кормить собачек. И я решила сделать винегрет. Что-то я много, конечно, решила сделать. Очень много. Вообще мы с мужем практически ничего не доедаем. Свою борщ останется, собакам выливаем. Также с лапшой тоже самое. Маленько поедим, остальное всё выливаем. Ой, что-то я очень много картошки. Очень много картошек. Очень много картошек. Пусть мне будет стыдно, но я съем. Очень вкусно. Очень вкусная свекла. Ну, а эту две картошинки остались я курочкам скину. Ведёрка. У нас тут ведёрка стоит. Куриная. Мы туда всё сбрасываем. Курочкам. Кстати, куры тоже что-то плохо едят. Вроде заходишь в стайку, они тебя встречают. Потом всё. Раз, два клюнут и наверх на жёрточки. Нужно попробовать сначала так, а потом уже солить. Вдруг солить не надо будет, потому что я овощи солила. У меня без горошка, у меня горошка нет. А в магазин-то я специально не побегу три километра от деревни. Мы такой съедим. Вот маслица-то я побольше люблю. Да, соль надо. Маленечко. Совсем чуть-чуть. Всё, время у меня совсем ограничено. Убираю со стола, пью чай. И побежала я в сарай. А это я сейчас курочкам вот так вот раздавлю. Две картошинки. Ну всё, я закончила винегретик. Сейчас я быстренько перекушу. Блинчики с компотом при вкусу покушаю. И бегом в сарай. Там уже девчонки у меня ждут время к обеду. Они уже нарайпить хотят. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok